А ты знаешь, что вот эти дети нашим детям говорят, что 9 мая там в школе просили нарисовать, короче, ну там, к празднику, они сказали, это не наш праздник, это дети, наши дети в школе говорят, и ты в курсе, что они потом вырастут, так и будет, это нацики, они подрастут, будут такими же. Чего Путин всех из России, дети, дети, придурка в этих, блин, взяли бы всех, там, переубивали бы и нахер. Это добрая. М? Говорю, какая ты добрая. Я бы, я бы, я бы, наоборот, наркотики вколола, если бы работала, чтобы их смотрела, там была запись, сказала, отдыхайте, мучайтесь, я там письки тоже резала, вот так вот, звезды на спинах вырезала бы, и вообще по уху бы, каждый бы день отрезала бы по пальцу, чтобы им больно так было. Ну, ты где эти, Юль? Я прям ненавижу этих украинцев вовсе, теперь вообще ненавижу. Я бы даже детей бы этих расстреляла бы. Я надеялась, что ты не воюешь. Настя, солнышко мое, конечно, воюю, ты что думаешь? Настя, я могу, дядь, Настя, ты думаешь, я могу взять человека и выхлезать в голову, бам, пулеметы калашат, да, я спокойно могу прям все что-то прошить, а голову оторвать. Ты что, в это не веришь? Настя, я голубой ел, встал, у тебя, я вообще, ебану, встал. Как же ты был встал? Ну, я могу убить, любить, я могу убить человека, на себя в голову. Я пристреливаю, голову убью. Я не боюсь. Я не горжусь, но он мне просто похуй. Я приеду домой, я приеду домой, живым-здоровым, и все. Я сына воспитаю, Настя, я сына воспитаю, как мне стоит, не надо будет. Настя, когда были гражданские, ну, я гражданские в бок о покидал. Настя, он по голове стрелял, убивал их, они плакали, умоляли меня. Настя, ты меня не проси. То, что я такой у тебя добрый. Я тебе какой есть, я приеду таким, каким я есть. Я буду, может, долбайевым приеду тебя. А вы-то в плен тоже берете, украинский? Или вам не приходится в плен брать? Ну, как тут, вон, брали. Ну, вы брали, именно ваше, там, ваше. Да. Ну, говорят, что это... Ну, он там в туалет хотел сильно. Ему сказали, типа, сейчас домой поедешь. Дедик говорит, в туалет сходи и поедешь. Все, он пошел на ему в спину. Это же не война, это спецоперация, спецоперации... Ага, не война, все разбомбили, нахуй. Все поломали, все. Детей поубивали здесь, взрослых поубивали, это не война. А и что такое тогда? Ну, у нас спецоперация. Ну, у вас спецоперация, а людей, людей сколько погибло? Ну... Люди погибли сколько, солдаты сколько погибли, а спецоперация, нифига себе. Все разбомбили вы там. Здесь на базе наш опорник чистилищем называют. Чистилищем называют? Чистилищем. 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 А почему так называют? Потому что сама очкова у нас. Че самая? Самая очкова у нас. Как понять, объясни точку слова. Наш опорник находится под постоянным обстрелом. К нам люди боятся ездить. Думаю, просто че у нас. Не воевать нечем, ничего у нас. Ни техники, вообще ни чужого нет. Куда же она делась? Все разбомбились для вас? Да. Здесь, вон, приехали в Херсон на базу. Здесь вообще жопа. Кладбище вертолетов. Своих? Ну да, у нас же как все в армии, все по линейке, все ровненько. Вертолеты выстрелили в один ряд и все накрыли нахрен. Городы. Там поехали ребята в Россию. Колонны. Мне должны купить экипировку. У тебя там есть? Деньги? Да. А сколько надо, Дим? Там тысяч восемь, наверное. А это когда? Возможно завтра, послезавтра. Ага, да я думаю найду, если че там у кого-нибудь перезайму, ничего страшного. А что такое экипировка? Бронежилет, разгрузка, каска. А это вы покупаете за свои деньги, да, Дим? Ну просто то, что на нас сейчас одет, это очень страшно. Что-что? То, что на нас надето, это сложная роль экипировки. Патриот чего? Своей стороны? Конечно. На что вы готовы ради страны? На все. Смотрите, у нас есть патриотический список, можете, пожалуйста, нам оставить свои данные? И в случае всеобщей мобилизации у вас будет... Подождите, почему? Мужчина, почему не готов?